добрый день в этом видео я расскажу как собирается головоломка под названием four leaf clover cube и сразу скажу что этот clover cube не имеет ничего общего с этими головоломками здесь название просто похоже clover cube внешний вид не так сильно и эти же на вид одинаковые clover cube от чаи чуть крупнее и настоящий clover именно вот этот вращается вот так здесь же подобное вращение невозможно вращать можно как три на три несмотря на внешнее сходство эти головоломки собираются абсолютно по-разному и относятся к разным классам но зато с этим кубиком собираться не будут одинаково это void cube и four leaf clover cube является шейп-модом именно void куба если void cube вам знаком то можете clover собрать точно так же хотя делается это менее удобно несмотря на то что вращается получше поскольку это void cube который является три на три без центров и собирать мы будем как кубик рубика три на три небольшие отличия будут в начале сборки и в конце где возможен void паритет если вы умеете собирать кубик рубика то эти знания вам очень помогут для тех кто не умеет все необходимые алгоритмы и я покажу превращение for leaf clover cube форму не меняет но здесь такие острые есть края которыми можно пораниться надо быть аккуратным перемешиваем и готовимся к первому этапу так выглядит в перемешанном состоянии и здесь проще понять какие где элементы кажется что вот эти три лепестка это три отдельных элемента как это было на оригинальном кловере но нет это три цвета одной детали которые в три на три является углом вот уголок здесь и вот здесь это просто три цвета одной детальки ну и вот этот двухцветный элемент является ребром центров нет получается 8 углов и 12 ребер на первом этапе в кубике рубика мы должны собрать правильный крест если мы начинаем с белого цвета то рядом с белым центром должны стоять четыре белых ребра каждый из которых вторым цветом совпадает с боковым центром вот это правильный крест собирать его можно по разному процесс интуитивный можно ближайший поднять поставить рядом дальше посмотреть какой-нибудь еще третий элемент и найти 4 из разных положений по разному можно ставить к примеру если будет в положении таком надо сначала перевести на второй слой и оттуда уже поднимать если место занято то его освободить то же самое мы делаем если элемент находится на первом слое поднимаем на второй и отсюда ставим на свободное место ну с нижней грани интуитивно проверяем совпадение цветов ребер с боковыми центрами зеленый совпал красный нет оранжевый нет синий нет вращаем еще зеленый нет синий да оранжевый да в методе для начинающих я показывал способ как из этого положения когда у нас правильное ребро то есть совпадающие по цвету с центром перед нами а другое слева мы делаем пиф-паф и все ребра становятся правильными вот эти пока не совмещены по цветам пиф-паф выглядит вот так поднимаем правую грань поворачиваем верхнюю по часовой возвращаем первое движение возвращаем второе движение ребро упало вниз поднимаем его и видим что крест стал правильным также можно собирать крест сразу правильно если запомнить порядок цветов берем 1 попавше серебро оранжевое мы знаем что если перед нами белый цвет здесь оранжевый потом синий потом красный потом зеленый то можно не запоминать в кубике а просто посмотреть по центрам синий красный зеленый оранжевый оранжевый стоит значит после оранжевого должно быть синее ребро ищем синее вот синее его нужно поставить после оранжевого оранжевый синие дальше должно быть красные и зеленые красные после синего зеленые здесь у нас здесь стало красное поменяем на зеленое и красное поставим на оставшееся место получился крест если довернуть он сразу будет правильным собирать можно и другими способами главное собрать фолии в кловер куб имеет стандартную расцветку кубика рубика поэтому цвета можно запомнить если перед нами белый то синий красный зеленый оранжевый цвета должны стоять в таком порядке центров нет поэтому начинать можем с любой грани ну и очевидно нужно выбрать то где уже ребра есть хотя бы одно вот одно стоит после синего должно идти красное красное вот здесь надо его подвернуть поближе синее красное дальше бело оранжевое оно должно стоять перед синим поставим вот сюда проверяем белый перед нами оранжевый синий красный ну и на оставшееся место ставим зеленое ребро оно здесь сначала повернем на второй слой и отсюда поставим на свое место центров нет совмещать не с чем поэтому еще раз проверяем порядок белый перед нами синий красный зеленый оранжевый правильный крест собран после сборки правильного креста на кубике рубика мы собираем первый слой для этого крест отправляем вниз и ищем на верхнем слое элементы с цветом креста здесь крест белый поэтому находим элементы угловые с белым цветом угловые они на углах имеют три цвета находим какой-нибудь самый первый белый зеленый оранжевый элемент белый цвет есть но помимо белого есть еще два зеленый и оранжевый мы должны сделать так чтобы этот угол стоял между центров зеленым и оранжевым цветами красный зеленый не подходит вращаем два нижних слоя зеленый оранжевый подходит не обязательно чтобы зеленый и оранжевый были именно в таком порядке они могут стоять наоборот главное чтобы набор цветов здесь соответствовал вот этим помимо белого если белый цвет направлен вправо то мы делаем один пиф-паф то те же самые четыре движения что я показывал при сборке креста если белый цвет направлен вверх то нужно сделать три пиф-пафа убедившись что цвета зеленый и оранжевый совпадают один пиф-паф вторая пиф-паф третий пиф-паф уголок стоит на месте и вот эти цвета совпадают если белый цвет направлен на нас то можно сделать пять обычных пиф-пафов либо один обратный поскольку void cube вращается не очень хорошо я предлагаю делать один обратный для этого мы движение обычного пиф-пафа делаем в обратную сторону то есть начинаем с верхней грани по часовой потом поднимаем правую возвращаем верхнюю и опускаем правую также уголок становится на место таким образом собираем все углы оранжевый синий оранжевый синий белый цвет на нас делаем обратный пиф-паф синий красный оранжевый синий вращаем синий красный опять обратный пиф-паф и так далее если на верхней грани уголки кончились а первый слой еще не собран то может быть такое что уголок стоит на месте на своем либо чужом но не в правильной позиции чтобы уголок отсюда поднять мы делаем один пиф-паф после чего решаем когда этого если белый цвет направлен вправо то делаем еще один пиф-паф должна получиться вот такая картина вот эти цвета все одинаковые ну и соберем первый слой на нашем кловере отправляем белый крест вниз и ищем на верхнем слое уголки с белым цветом ну вот сразу два давайте начнем с этого бело-красно-зеленый помимо белого цвета есть красный и зеленый здесь зеленый и оранжевый центров нет ориентируемся на ребра они такие большие что это делать легко красный и зеленый поворачиваем либо один нижний слой либо вместе с ребрами так как ребра здесь такие неудобные можно поворачивать только нижний слой красный и зеленый белый цвет направлен вправо делаем один пиф-паф проверяем белый красный зеленый все хорошо следующий белый синий красный здесь цвет зеленый и оранжевый не то а вот так вот синий и красный белый цвет направлен вверх делаем 3 пиф-пафа 1 Второй. Третий. Белый, синий, красный. Все хорошо. Появился еще один уголок. Бело, оранжево, синий. Поворачиваем вот так. Оранжево, синий. Белый цвет справа. Один пиф-паф. Ну, я уже вижу четвертый угол. Он зелено-оранжевый. Вращаем нижний слой. И белый цвет вверх. Три пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. Проверяем. Первый слой собран. Все цвета здесь совпадают. Для сборки второго слоя на кубике рубика используется алгоритм чуть длиннее. Мы начали с белого цвета. И все белые элементы находятся уже здесь. Значит, напротив должна быть желтая грань, так как цвет центра здесь желтый. Если мы знаем, что верхний цвет желтый, значит на втором слое желтых элементов быть не должно. Нам нужны элементы, не содержащие желтый цвет. К примеру, вот это сине-оранжевое ребро. Сейчас мы собираем ребра второго слоя. Сине-оранжевое. Мы совмещаем нижним цветом с боковым центром, а значит и с вот этим ребром. Вращаем два нижних слоя. Вот у нас три элемента в ряд. Далее смотрим. Верхний цвет оранжевый. Здесь справа красный центр. Слева оранжевый центр. А значит, ребро должно стоять здесь. То есть слева. Цвет оранжевый. Центр оранжевый. Если ребро должно стоять слева, мы делаем алгоритм, который перемещает ребро отсюда налево. Выглядит он вот так. Отводим ребро в другую сторону, в правую. Поднимаем место. Возвращаем ребро. Возвращаем место. Получаем вот такую красивую пару. И вот этим белым цветом отводим ее назад. После этого поднимаем место передней грани. Вот сюда вставляем пару. И возвращаем переднюю грань обратно. В итоге ребро становится куда нужно. Возможная зеркальная ситуация. К примеру, вот это сине-красное ребро. Совмещаем с центром. И видим, что красный цвет справа. То есть ребро нужно ставить направо. Делаем тот же алгоритм, но зеркально. Отводим влево. Поднимаем справа. Возвращаем. Возвращаем. Получилась красивая пара. Белым цветом отправляем назад. Поднимаем место. Вставляем пару. И опускаем. И второе ребро стоит на месте. Если внезапно на верхнем слое ребра без желтого цвета закончились, а второй слой еще не собран, вероятно, нужные ребра стоят на втором слое. Это может быть ребро, которое стоит на своем месте, но перевернуто. Либо два ребра, которые стоят не на своих местах. В любом случае, правильное ребро нужно извлечь и потом поставить на свое место нужной стороной. Для этого вместо него нужно поставить любое другое. К примеру, вот это оранжево-желтое. Ставим отсюда. Сюда. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Получаем вот такую пару, но некрасивую. Но все равно ее белым цветом отправляем. Назад. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. В итоге ребро поднялось, и его можно поставить на свое место. Но его место оказалось слева. Делаем алгоритм налево. Таким образом собираем ребра до конца. Осталось последнее. Одно тоже налево. Делаем такой же алгоритм. Должно получиться два собранных слоя. Соберем ребра и здесь. Расцветка стандартная, поэтому ищем не желтые ребра. Это не подходит. Синий-красный подойдет. Здесь синий уже над синим стоит. Несмотря на отсутствие центров, здесь очень легко это определять. Они прямо соединяются. Красный цвет справа определяем по ребру. Значит, отводим влево. Поднимаем справа. Возвращаем. Возвращаем. Получаем вот такую красивую пару. Синий-красный. Белым цветом. Назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. Возвращаем. Можно делать вот так сразу. Но поскольку здесь нет центров, мы прежде чем ставить ребра стандартным способом, можем проверить, не повезло ли нам. Вот сейчас вот ничего не собрано. Просто вращаем постепенно нижний слой и смотрим вдруг какое ребро уже совпало. Здесь два желтых, они не совпадут. А здесь синий-оранжевый и синий-красный, они могут совпасть. Пока нет. Вращаем еще. Оранжевый и синий, к сожалению, развернуто. А вот синий-красный стоит хорошо. И прежде чем использовать алгоритм, можно это проверить. Одно ребро есть. Дальше ставим, как обычно. Зелено-красное. Ставим над зеленым ребром. Красный цвет слева. Делаем алгоритм налево. Пара. Белым цветом назад. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем. Возвращаем. Дальше. Это желтое. Это желтое. Это желтое. Это без желтого. Зелено-оранжевое. Уже только два слоя можно вращать, чтобы не разрушить собранное. Оранжевое-зеленое. Зеленый слева. Значит, делаем тот же алгоритм. Белый цвет назад. Поднимаем спереди. Возвращаем. Возвращаем. Ищем дальше. Ну и видим, что сверху все желтые. И вариантов два. Либо два слоя собраны, либо ребро стоит не на своем месте, либо развернуто. В нашем случае сине-оранжевое ребро развернуто. Кстати, вот такие ребра, если у нас не получилось собранное, лучше сдвинуть на самом начальном этапе сборки второго слоя. Если вдруг такое случилось, проще сдвинуть, чтобы его потом не доставать. Но это при условии, что у нас нет собранных ребер. Мы же сине-красное поставили в одно движение, а это вот стояло развернутое. Но не повезло. Чтобы его достать, ставим вот это сюда. И сине-оранжевое поднимется. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Пара получилась не такая красивая, но все равно белым цветом назад. Поднимаем спереди, возвращаем, возвращаем. Оранжевое-синее ребро, синий цвет справа, ставим направо. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. белым цветом назад поднимаем спереди возвращаем возвращаем два слоя собраны дальше на кубики рубика нужно собрать крест на верхней грани здесь он желтый он может быть чистым то есть рядом с центром 4 ребра могут быть какие-то углы углы пока нам не важны главное чтобы ребра нужным цветом были направлены вверх возможны три ситуации нас два правильно ориентированных ребра и они находятся напротив желтые ребра правильно ориентированы мы располагаем так чтобы одно было слева другой справа не вот так вот спереди сзади а именно слева и справа из такого положения мы поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке и делаем пиф-паф после чего возвращаем переднюю грань и получится крест палка может выглядеть и иначе здесь могут быть развернут какие-то углы но углы можно закрыть пальцами и смотреть только на ребра если два ребра слева и справа правильно ориентированы то эта палка другая ситуация это галка также два ребра правильно ориентированы но они находятся рядом мы располагаем одно слева другое сзади не так а именно вот так слева и сзади после чего также делаем движение передней грани по часовой стрелке только теперь уже обратный пиф-паф и возвращаем переднюю грань на место также получаем крест менее приятная ситуация это точка когда правильно ориентированных ребер нет углы могут быть произвольные желтые не желтые но нам главное ребра если углы закрыть пальцами то ребер желтых нет в этом случае мы из любого положения сначала делаем алгоритм для палки передняя грань пиф-паф возвращаем переднюю грань и получаем галку есть какой-то лишний уголок если закрыть пальцами мы видим два правильно ориентированных ребра ставим галку в нужное положение слева и сзади и делаем алгоритм для галки передняя грань обратный пиф-паф и возвращаем переднюю грань это тоже крест до 2 угла здесь как-то уже правильно стоят но мы пока смотрим только на ребра рассмотрим эти же ситуации на кловер кубе на уголки не смотрим эти лепестки можно закрыть пальцами мы видим два желтых ребра одно слева другой справа они находятся напротив и сразу в нужном положении это палка делаем движение передней грани по часовой пиф-паф и возвращаем переднюю грань получаем крест еще один уголок правильно развернулся другая ситуация опять если не смотреть на лепестки у нас только два правильно ориентированных ребра они находятся рядом значит располагаем одно сзади другое слева делаем комбинацию для галки поворачиваем переднюю грань обратный пиф-паф и возвращаем переднюю грань также получился крест кажется что желтых элементов много но если на лепестки внимание не обращать то мы видим что желтых ребер и нет даже вот вот центра нет то что центров нет в принципе а значит эта точка если нет ни одного правильно ориентированного ребра то эта точка из любого положения сначала делаем комбинацию для палки получаем галку одно ребро второе располагаем их сзади и слева и делаем комбинацию для галки получаем крест после сборки креста на кубике рубика нужно развернуть оставшиеся уголки может потребуется разворот двух уголков 3 или даже 4 для разворота мы опрокидываем кубик желтой гранью налево и смотрим на элемент который находится сверху слева сзади если у него нужный цвет в данном случае желтый находится сзади то делаем два пиф пафа 1 пиф паф 2 пиф паф после чего проверяем что все развернулось хорошо что здесь перемешивается не страшно главный кубик не перехватывать нельзя делать вот так то есть как взяли так и держим вращаем только левую грань этот уголок развернулся подворачиваем следующий он хороший следующий он тоже хороший последний нужно развернуть но желтый цвет направлен вверх в этом случае делаем 4 пиф пафа 1 2 3 4 проверяем все хорошо и эта часть тоже установилась крутим пиф пафа до тех пор пока все углы желтой грани не развернутся сделаем то же самое на кловер кубе желтый крест разворачиваем налево смотрим на этот уголок здесь желтый цвет сзади делаем два пиф пафа 1 2 вращаем левую грань желтый сверху еще 4 пиф пафа 1 2 3 4 следующий желтый сверху еще 4 1 2 3 4 и остался последний желтый цвет будет сзади делаем два пиф пафа 1 2 здесь все цело желтая грань собрана далее на кубики рубика собирается ребра третьего слоя проверяем как они располагаются зеленое ребро зеленым центром совпадает то есть стоит правильно оранжевое тоже красное нет синий нет если изначально у нас совпадает только одно ребро или вообще ни одного нужно верхнюю грань вращать до сих пор пока не будет совпадать два нам нужно чтобы совпадало два ребра сейчас одна и они находились рядом они также могут находиться напротив но тогда предложено комбинации нужно будет сделать дважды если находится рядом мы располагаем одно ребро правильное сзади другое слева и делаем алгоритм из методов для начинающих для тех кто знает языка вращение формула будет написано внизу экрана но можно просто повторять движение правую грань на себя верхнюю грань вращаем дважды неважно в какую сторону правая грань от себя верхняя опять дважды правая грань на себя передняя по часовой стрелке пиф-паф правая на себя передняя против часовой стрелки правая дважды и доворачиваем верхнюю грань против часовой стрелки получаем что все ребра на своих местах случае если два правильных ребра оказались напротив мы можем использовать алгоритм теперь который я показывал в методе для начинающих либо предыдущий алгоритм сделать дважды для этого мы сначала делаем его из любого положения потом находим два правильных ребра ставим слева и сзади и повторяем за два применения будет тот же эффект либо делаем теперь который я сейчас покажу ставим правильные ребра перед собой и сзади и делаем следующее движение пиф-паф правая грань на себя передние по часовой правая дважды верхняя против часовой правая на себя верхняя против часовой правая от себя верхняя по часовой правая на себя передние против часовой и за один алгоритм ребра становятся по местам использовать его необязательно можно сделать предыдущий алгоритм дважды соберем и ребра и на кловере красный зеленым не совпадает зеленый с красным не совпадает синий синий совпадают оранжевый с оранжевым совпадают совпало сразу даже не потребовалось доворачивать если бы такого не было то мы бы довернули нашли два правильных ребра расположили одно сзади другое слева делаем алгоритм на себя два раза вверх от себя вверх опять два раза на себя передние по часовой пиф-паф правая на себя передние против часовой два раза правая до ворот проверяем зеленый на месте красный на месте синий на месте оранжевый на месте далее на кубике рубика нужно собрать углы для этого мы прокидываем желтую грань на себя и ищем уголок который находится на своем месте выглядит это вот так все цвета совпадают располагаем его слева спереди сверху и делаем алгоритм переставляющий углы правая от себя вверх против часовой правая от себя низ дважды правая на себя вверх по часовой правая от себя низ дважды правая дважды либо с первого либо со второго раза соберется в случае если правильного уголка нет держим желтую грань перед собой делаем тот же самый алгоритм из любого положения после выполнения правильный уголок появится располагаем его слева и повторяем алгоритм еще один или два раза как повезет и куб соберется но если у нас бывает куб углы могут не собраться давайте посмотрим как это бывает ребра собраны углы ну пока стоят как-то неправильно ни одного хорошего уголка нет держим желтую грань перед собой делаем тот же алгоритм проверяем все равно ничего не получилось делаем еще раз смотрим хорошо стоит хорошо стоит а эти два нет то есть нам необходимо поменять два угла местами они могут стоять вот так либо по диагонали в обоих случаях это вводит паритет который нужно решать дополнительным алгоритмом если такое возникло то сколько вы не вращаете алгоритм который я только что показал у вас куб не соберется это происходит из-за того что нет центров и мы начинаем собирать белую грань на произвольном месте и вероятно мы не угадали где она должна была быть чтобы решить мы делаем нехитрую комбинацию из семи пиф-пафов переворачиваем куб кверх ногами и делаем семь пиф-пафов но каждый раз дополнительно перехват один пиф-паф перехват вот так то есть чтобы правая грань стала передней называется на языке вращений Y второй пиф-паф и еще перехват третий пиф-паф перехват четвертый пиф-паф перехват пятый пиф-паф перехват шестой пиф-паф перехват седьмой пиф-паф перехват смотрим что получилось кажется что все испортилось но ребра переместились на один шаг если мы сделаем такой же алгоритм на кубики робика то увидим следующую картину я сделаю чуть побыстрее это 4 5 6 7 7 пиф-пафов у нас центры вместе с ребрами верхнего слоя переместились по часовой стрелке но их взаимное расположение не поменялось синий зеленый напротив оранжево-красный напротив да и порядок правильный поэтому здесь мы можем просто сделать доворот против часовой стрелки и все ребра встанут на место и останется просто переставить уголки здесь наверняка уже один будет стоять правильно старым алгоритмом дорешиваем если не собралось первого раза повторяем и все собирается на войд кубе незаметно перемещение центра в которых нет поэтому картинка становится хороший посмотрим что на клавере видим угол не на месте не на месте а здесь два правильных угла если два угла на месте а два нет это сразу паритет если ни одного угла на месте не было то делаем сначала горит на представляющие углы а после уже определяем и есть паритет или нет в этом случае мы переворачиваем желтой гранью вниз и сразу делаем 7 пиф пафов с перехватом начинаем 1 пиф паф перехват 2 пиф паф Перехват Третий пиф-паф Перехват Четвертый пиф-паф Перехват Пятый пиф-паф Перехват Шестой пиф-паф Перехват Седьмой пиф-паф Перехват Здесь все собралось Переворачиваем Нужно довернуть верхний слой Видим ребра на местах Один уголок на месте И мы можем теперь использовать Стандартный алгоритм Чтобы поставить углы по местам Вот их три нужно переставить Значит паритет решен Выполняем стандартный алгоритм С первого раза не собралось Делаем Еще раз И все собрано Покажу альтернативный алгоритм для решения void паритета Возможно они будут полезны Еще раз покажу стандартный алгоритм Мы переворачиваем верхней гранью вниз Делаем пиф-паф Перехват Пиф-паф Перехват И так Семь раз Можно даже не считать Следить когда соберется верхняя грань Получаем эффект Вот такой Те же самые движения Можно делать без перехвата Но тогда мы семь раз повторяем Не просто пиф-паф А Р У Р Штрих И вместо У штрих мы делаем ДВ штрих То есть два нижних слоя Против часовой стрелки Р У Р Штрих ДВ штрих На скорости Это как раз Вот так выглядит По факту То же самое Возможно держать удобнее Это две версии Одного и того же Но в некоторых случаях Будет полезен Другой алгоритм Особенно если Собирать не по методу Для начинающих А Фридрихом Либо собирать сначала углы А потом смотреть на ребра К примеру Есть алгоритм Который переставляет Два вот этих ребра Только их Ну Центров мы не видим Делается следующим образом М штрих У М штрих У М штрих У штрих М штрих У штрих М штрих У два М штрих У штрих М штрих У штрих В итоге С этих сторон Все так же А эти два Поменялись местами Если сделать Еще раз То Паритет Решится То есть Если у вас Вдруг возникла Вот такая ситуация При любом способе сборки Вы спокойно М можете поменять Вот эти два ребра М штрих У М штрих У М штрих У штрих М штрих У штрих М штрих У два М штрих У штрих М штрих У штрих И куб Собирается Покажу Пример сборки Для закрепления Начинаем С белого цвета Синий Красный Тут можно было Сначала поставить Зеленый Синий Красный Зеленый Правильная расцветка И оранжевый Вот здесь Ставим На свое место Проверяем Белый Синий Красный Зеленый Оранжевый Располагаем Снизу Смотрим Уголки Белый Оранжевый Синий Белый На нас Оранжевый Синий Цвета Делаем Обратный Пиф-паф Первый Готов Белый Красный Зеленый Ищем Цвета Ну Я вот Сейчас пытался Вращать Два слоя Сразу Пальцы Цепляются Здесь Проще Один Белый Красный Зеленый Белый На нас Делаем Обратный Пиф-паф Дальше Белый Зелено-оранжевый Зелено-оранжевый Белый Сверху Делаем Три Пиф-паф Один Второй Третий Остался Еще Один Уголок Но Он Стоит На Своем Месте Сначала Достань Его При Помощи Пиф-паф Потом Уже Определим Цвета Совпадают Белый Вверх Значит Три Пиф-паф Первый Второй Третий Все Хорошо Первый Слой Готов Смотрим Чтобы Какое-то Ребро Совпало К сожалению Нет Красно-зеленое Быть может Да Где-нибудь Еще повезло Нет Синий Красный К сожалению Будет Перевернут Но Ладно Зато Одно На месте Стоит Так Сверху Зелено-оранжевый У нас Есть Оранжевый Справа Зеленые Совпадают Делаем Алгоритм И второе Ребро На месте Какое-то Должно Было Подняться Оранжево-синее Опять Направо Ставим Так Ну и Синий-красный Придется достать Ставим На его место Вот это Синий-желтый Ищем его Ну и Опять Его Направо Нужно Поставить Тот же Самый Алгоритм Два Слоя Готовы Определяем Ситуацию На верхнем Слове Это Галка Берем Слева И сзади Делаем Переднюю Грань По часовой И обратный Пиф-паф Так Ну Получился крест Прокидываем его Налево Смотрим Здесь Желтый цвет Сзади Делаем Два Пиф-пафа Первый Второй Следующий Первый Тоже Желтый сзади Был Второй Этот уголок Правильный Пропускаем Следующий Желтый сзади Делаем Делаем Еще Два Пиф-паф Так Желтая Грань Собралась Проверяем Ребра Красные На месте Синие На месте Это Хорошо Располагаем Сзади И слева Но Тут Внезапно Я заметил Что у нас И вот эти углы На месте И осталось Переставить Только два Ребра Это тот Редкий случай Когда Дополнительный Алгоритм Будет полезен Если вы Собираете По методу Для начинающих То здесь Можно взять Вот так И выполнить Тот самый Алгоритм Что я показывал Как дополнительный Тут это Не совсем Удобно Делать Но давайте Попробуем М штрих У М штрих У М штрих У штрих М штрих У штрих М штрих У два М штрих У штрих М штрих У штрих И Кловеркуб Собран Если же Мы не хотим Использовать Дополнительный Алгоритм То можно Решить По стандартному Ставим Два правильных Ребра Слева И сзади И делаем Нужный Алгоритм Пиф-паф Смотрим Ребра Должны были Собраться Это так И углы Стоят На местах Две штуки А два нет Ну значит Это паритет Перехватываем Нижней гранью Вверх И делаем Семь пиф-пафов С перехватом Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Доворачиваем И Переставляем Углы До конца Опять С первого Раза Не вышло Делаем Еще раз Ну и И вот Теперь Опять Все Собрано Да Эта головоломка Является Аналогом Войд Куба Но форма Немного Другая И ощущения От сборки Тоже Отличаются Вроде бы Вращается И получше И не заедает Но Вот эти Острые Ребра Иногда Цепляются И мешают Крутить Грани Но Головоломка Имеет Место Быть Хотя И не Является Оригинальной И Внешне Похоже На Кловер Куб Который Является Настоящим Коптером Это Три На Три Или Войд Куб В другом Виде Тренируйтесь И Все У вас Получится А на Этом Все Всем Спасибо Всем Пока Субтитры